Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Ринкуф Элизиум, и из названия этого видео вы поняли, что сегодня речь пойдет о новой карте. Да, видео запоздало, но те, кто следит за деятельностью моего канала, знают, что я уезжал на недельку в горы, и как раз во время моей поездки вышло новое обновление, поэтому сейчас, я знаю, уже все покатали, поиграли, уже все знают, и поэтому это видео будет больше моим мнением, скажем так, обзором, но нисколько не гайдом, хотя, может быть, пару советов я и дам, хотя наверняка вы уже сами все знаете. Что ж, начнем, пожалуй. А начнем мы с самого главного, а именно с карты. Теперь, как вы знаете, новая карта у нас называется Остров Европа, хотя, ну, по факту это не остров, а сеть островов, окруженная океанами, и острова разделены небольшими проливами. Таким образом, часто приходится перемещаться с острова на остров, и теперь, как вы понимаете, заиграли лодки, если в зимней карте у нас, ну, катера были, но они поскольку-постольку, согласитесь, вы там катера юзали, наверное, один раз из ста игр, просто потому что зона на озеро сводилась раз в тысячу лет. На Европе уже, конечно, лодки и катера приходится использовать гораздо чаще, потому что передвигаться с острова на остров по мостам чревато встречами с противниками, а перемещение в плавь тоже ничего хорошего не даст. Сама карта стала более равнинная, это чревато некоторыми геймплейными изменениями, о них чуть-чуть попозже. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть новое стихийное бедствие, которое будет поджидать нас в зоне, а именно вулканический пепел от вулкана Электа, выглядит он тоже очень классно, как, в принципе, и буря в зимней карте, но при этом видимость в нем гораздо лучше, ну, по моим ощущениям, по крайней мере. На карту вернули динамическую смену погоды, да, именно вернули, те, кто, допустим, не знает, раньше на старой карте, летней, которая была еще в горении, динамическая смена погоды присутствовала, но там она была жутко неоптимизированной, во время дождя очень сильно проседал фпс, здесь же оптимизацию заметно подтянули. Ну и, конечно же, доработали погодные условия, и самое главное, что их много, это и солнечные погоды, там туманная, ветреная, разное количество дождей, это не просто дождь, там разные уровни дождя, то есть слабый, сильный дождь, грозы, это все невероятно меняет геймплей от игры к игре. Вы можете начать в солнечную погоду, а закончить под проливным дождем, или же наоборот, начать в дождь, а закончить в адском тумане, плюс еще пепел, вообще нихрена не видно. Ну и плюс ко всему еще этому, некоторые визуальные дополнения, типа новых машин, новых лодок, а также туристической судмарины, которая погружается очень глубоко и где можно увидеть всякую нечисть. Это все, несомненно, очень круто, и теперь давайте перейдем уже к геймплейным особенностям, и начнем, разумеется, с основных изменений, а именно со стартовых паков. Самое главное, и, на мой взгляд, непонятное изменение, которое коснулось паков, это то, что им уравняли рюкзаки. Если же на зимней карте люди, которые хотели быть более динамичными, использовали гладинг пак, то они жертвовали рюкзаком, вместительностью, а это, соответственно, меньше аптек, меньше патронов и так далее. На новой же карте, из-за равного веса рюкзаков, некоторые средства передвижения имеют заметное преимущество. Теперь же поподробнее. Гладинг пак. Теперь же это, как по мне, один из самых бесполезных паков, которые существуют на этой карте. Потому что, во-первых, как я говорил в предыдущем пункте, карта стала равнинной. Более равнинные горы есть, конечно, но все равно, это уже не те горы, которые были в Дионе. Использовать глайдер стало менее эффективно. Более того, во-вторых, ему заметно увеличили скорость падения. То есть, снижает он теперь гораздо быстрее. С чем связан нерф у гладинг пака, вообще непонятно. Но для меня, пока что, он остался на задворках, возможно, его как-нибудь изменят. Второй пак, это у нас новый, точнее, замена старого сноуборда на новый BMX. Вот с этого места уже поподробнее. И это очень хорошее транспортное средство, которое позволяет быстро перемещаться к зоне с наименьшей шумоопознаваемостью. Да, конечно, как машина он вас не защитит, но при этом и обнаружить вас будет гораздо сложнее. Что-нибудь ужасного по нему я сказать не могу. Он, в принципе, ничем особо не отличается от сноуборд пака. С тем только отличием, что вы теперь его выгодно можете использовать всегда. Ну и, наконец, перейдем к последнему паку, который, на мой взгляд, один из самых эффективных сейчас на данный момент. А именно, крюки. И, как все привыкли называть, я же и, в принципе, как и все те, кто в теме, знают, что это АПМ. Кто бы что ни говорил, это АПМ. Аппарат пространственного маневрирования. И вот, его эффективность просто невероятна, потому что он позволяет не просто перемещаться даже вперед быстрее. Хоть это один из самых менее маневренных способов передвижения в зону, но при этом он доставит вас в зону гораздо быстрее, нежели вы пойдете в зону пешком. Ну, это, разумеется, не главный его плюс. Самый главный его плюс в том, что он теперь имеет боевое преимущество. Во время битв он делает вас просто невероятно динамичным. Вы можете мгновенно залетать на крыши, залетать в окна, выпрыгивать из окон и запрыгивать на другие здания, выпрыгивать из окон и запрыгивать на то же здание, только на другой уровень. АПМ, в зависимости от ситуации, поможет вам застать противников врасплох, выбрать гораздо лучшую позицию для стрельбы. Ну или просто залететь прямо к противнику и пока он охеревает от такой наглости, просто загасить его. Для этого я уже даже не говорю про то, что он позволяет висеть на стенах, на потолке, на деревьях, скрываться от противников таким образом или заставать их врасплох. Но, несмотря на все эти преимущества, у него есть, конечно же, и недостатки, которые, разумеется, должны были быть. Во-первых, у него всего три заряда и остальные заряды восстанавливаются со временем, поэтому, когда используете его, будьте бдительны. Использование третьего заряда, когда вы на большой высоте, чревато тем, что вы можете, соответственно, сорваться, упасть и разбиться. Перед тем, как перепрыгнуть через препятствия, на крышу или балкон, сначала просмотрите, есть ли там кто-нибудь. Потому что во время этого прыжка вы просто халявная мишень. Ну и, конечно же, самый главный совет, используйте отмену, для того, чтобы после притяжки не оставаться на стенах, а сразу же спрыгивать. Потому что отмена захвата АПМа будет гораздо быстрее возвращать вас в битву, нежели вы притянетесь до конца, потом нажмете F, упадете на землю. Это гораздо больше времени у вас займет, чем вы просто долетите сами. Ну что ж, закончили с паками, и последнее изменение, которое у нас коснулось рингов Элизиума, это добавление двух новых оружий. А именно, двух пулеметов. Это РПК, ручной пулемет Калашникова, и Хекклер и Кочи МГ-4. По последнему сказать вообще ничего не могу, потому что он падает только с аэрдропов, и мне, к сожалению, он пока не попадался. Если же вы уже брали его, то напишите в комментариях, как ваши ощущения. Я же постараюсь потом сделать по нему отдельное видео, когда он мне выпадет. А вот по поводу РПК у меня есть что сказать, а именно то, что он полнейшее говно. Ну, ладно, переборщил, не полное говно, он хорош. У него нормальный урон, у него приличная отдача касательно пулемета, то есть ее можно контролировать, он хорош. Минус в том, что у него нет никаких модулей, а именно самого главного, прицела. Все остальное херня, не надо никакие компенсаторы, увеличенные магазины, у него и так 100 патронов, все равно не отстреляете. Основной минус, это его мушка. Она отвратительна, более того, когда прицеливаешься, еще и весь пулемет занимает полэкрана, а с его отдачи его начинают просто кидать по стороны в сторону, плюс пороховые газы, да ни хрена не видно, вообще не видно по кому стрелять. Поэтому мое мнение, что ему нужен хотя бы прицел, хотя бы коллиматор. Пускай не позволяют ставить какие-нибудь там иксы, хотя бы коллиматор или голограф дайте поставить. Хоть что-нибудь улучшит за ощущение от стрельбы с этого дерьма. Ну а на этом все, друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok